Так, 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 всем привет! Сегодня у меня на обзоре сравнений два телефона. Это iPhone 14 и Poco X4 GT. Разница в цене практически трехкратная. iPhone стоит около 60 тысяч, этот стоит телефон около 20, ну чуть дороже. Но разница реально очень большая. Итак, оба телефона предлагаются с минимальной памятью на 128 гигабайт. Этого достаточно, я считаю. Это нормальная память, нормальный объем, но при желании вы можете взять телефоны эти с большим количеством памяти. iPhone у меня в цвете Starlight, белый, 128 гигабайт. Poco у меня в цвете черный, в цвете Black, тоже на 128 гигабайт. Такая маленькая коробка у iPhone и вот такая вот огромнейшая просто коробка у Pocophone в сравнении с iPhone. iPhone вышел в конце 2022 года, Poco у нас вышел в середине 2022 года, то есть они оба свежие, актуальные, новые, можно так сказать, еще пока не вышедшие из оборота, продаются. Вот как выглядят телефоны. iPhone меньше намного, у iPhone стеклянная задняя крышка, здесь это пластик. Блок камер у iPhone состоит из двух модулей, у Pocophone из трех. Вот, ну в целом выглядят оба неплохо, мне нравится дизайн. Довольно простой и у iPhone, и у Pocophone никаких лишних дизайнерских тут этих нету, просто со вкусом. По комплекту поставки. У iPhone, конечно, ужасный комплект поставки, всего лишь один кабель идет для зарядки телефона. И вот такой вот пакетик, такой конвертик с документами. И все, больше ничего, к сожалению, у iPhone нет. Поддерживает одну сим-карту. У Pocophone же, о, здесь уже, конечно, вообще. Здесь есть чехол силикованный, упакованный вот в этот пакетик для защиты телефона. Пленка защитная, наклеенная с завода, я ее даже убирать не стал, пускай будет. Дальше. Зарядка быстрая, 67 ватт. Apple такое не снилось. Ну и, конечно же, кабель для зарядки. То есть на Pocophone комплект лучше, чем на iPhone в несколько раз. В несколько раз. И защита телефона, и быстрая зарядка, все уже идет сразу в комплекте. И также Pocophone еще чем лучше, тем, что у него есть поддержка двух сим-карт. А у iPhone всего лишь одной сим-карты. Да, есть iPhone 14 с поддержкой двух сим-карт, но только для китайского рынка. И, как правило, такие еще нужно поискать. Их, во-первых, сложно найти. А, во-вторых, даже если их и привозят, продают, то они стоят дороже. И именно из-за своей вот этой особенности, двухсимочности. Поэтому он будет стоить еще дороже. Он и так не дешевый. Он будет стоить еще дороже. Металлическая рамка у iPhone и пластиковая рамка у Pocophone. Ну, Pocophone сделан из более таких доступных материалов. Но выглядит он все равно довольно нормально, неплохо, недешево, во всяком случае. Ну, нормально. Ощущается, как телефон среднебюджетный. Где-то вот за свои деньги и ощущается. iPhone, конечно, ну, выглядит маленько побогаче. Более дорогие материалы. Вот. Но я считаю, что он как-то не выглядит особо на 60 тысяч. Ну, выглядит, не знаю, ну, тысяч на 30, может быть, 20 опять-таки. Справа кнопки включения. У Pocophone справа качелька громкости. У iPhone две отдельных кнопки с левой стороны. И также есть вот этот фирменный переключатель в беззвучный режим. Ну что, включаем телефоны. Разъемы для наушников у iPhone нет. У Pocophone есть. У Pocophone также есть инфракрасный порт. Разъемы для зарядки Lightning Type-C. Ну что, все, включаю. Здесь у нас будет первым в тесте включения iPhone, потому что они всегда побеждают. Прям одновременно загорелись логотипы на этих телефонах. iPhone включаются сверхбыстро. По сравнению с Android'ами, iPhone просто, ну вот, буквально, я не знаю, сколько прошло времени, он уже запустился. Pocophone сейчас будет думать, 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 думать. Очень долго. Сейчас я пока разблокирую iPhone. Все, iPhone'чик разблокирован, готов к использованию. Я уже могу кому-то позвонить, уже что-то там в интернете посмотреть. Pocophone все еще думает, думает, запускается. Очень медленно запускается. Хотя телефон очень мощный. Очень мощный, но очень такой медленный. Вот, наконец-то. Ну что, вот и запустился у меня Pocophone. Вон сразу видна разница в экранах. Здесь экран с диагональю 6,1 дюйма, здесь 6,6. То есть по ширине, посмотрите, они примерно, примерно, они одинаковые. Но по длине Pocophone выше. Диагональ 6,6, здесь 6,1. Здесь OLED, здесь IPS, 60 Гц. А здесь у нас 144 Гц. В настройках можно зайти в экран, частота обновления и выбрать частоту 144 Гц. И, конечно, это намного плавнее, чем стандартные 60 Гц у айфона. Потому что у айфона 14-го только 60 Гц. Но зато AMOLED-экран. И он ярче. Намного ярче, чем этот IPS. По рамкам, кстати, ну, нижняя рамка, да, пожалуй, побольше на Pocophone. А вот боковые в целом примерно схожи. Боковые. Ну и у Pocophone нет челки. У него только одна дырочка под фронталку. А здесь у нас челка. Хоть она и уменьшенная по сравнению со старыми айфонами, но все равно какое-то место занимает. По разблокировке айфон использует Face ID. Разблокировку по лицу. Здесь тоже есть разблокировка по лицу. И есть разблокировка по сканеру. Отпечатка пальцев, который находится в кнопке питания. По процессорам. Кто из них лучше? Айфон чуточку мощнее. Ну, буквально совсем чуть-чуть. У него установлен процессор Apple A15. 6-ядерный. Здесь стоит 8-ядерный Mediatek Dimensity 8100. Ну, а это очень мощный процессор. 5 нанометров делается по 5 нанометрам. В Antutu. В Antutu я вам сейчас покажу, сколько они набирают. Ну, кстати, здесь даже нет. Здесь даже Poco выигрывает. В Antutu. В Antutu Poco выигрывает. Айфон самый последний. При этом Poco дешевле почти в три раза. Вот этот Poco phone X4 GT получился сверхмощным за свой бюджет. Таких телефонов крайне мало. За такие деньги, чтобы был настолько мощный. Вы видите, что он выигрывает. Но Antutu это и есть Antutu. Как бы это не совсем она отображает реальность. Все-таки iPhone будет чуточку работать побыстрее, загружаться побыстрее. Ну, потому что iOS-система еще помогает, да. Здесь iOS, здесь Android, плюс здесь еще MIUI установлена. Не самая такая простая оболочка для Android. И актуальным дольше будет Android. Все-таки, как бы я не любил Poco. Но Poco, наверное, все-таки года через 3-4 про эту модель конкретно забудут. У них уже выйдет куча новых моделей. Люди переключат свое внимание на них. А iPhone 14, он как был, так и будет производиться еще через год, через два. Так и будут его покупать. Так он и будет работать. Все приложения на него будут устанавливаться. То есть он будет немножко дольше актуальным. Хотя сейчас по цифрам этот телефон выигрывает. И по количеству ядер, и по Antutu, и по оперативной памяти, кстати, тоже. Если у iPhone 6 гигабайт, у 14-го iPhone 6 гигабайт оперативки. Здесь 8. Причем здесь еще есть функция расширения оперативки. Есть функция расширения на 3 гигабайта. То есть, по сути, мы получаем уже 11 как бы гигабайт оперативки. А здесь только 6. Но из-за того, что по-разному работает Android и iOS, iOS как бы считается, ей меньше нужны оперативки. И даже с 4 гигабайтами сейчас iOS работает нормально, плавно, там и многозадачность хорошая. Андроиду требуются оперативки больше. Поэтому, как правило, у них в одном ценовом сегменте, там, у Android всегда оперативы будет больше. У Android какой плюс? Это открытая система. Можно устанавливать любые приложения. И это сейчас действительно помогает, когда нужно скачать какое-то банковское приложение. Можно сюда их поставить. Сюда, к сожалению, с iPhone это небольшие будут такие проблемки. NFC-модуль есть и там, и там. То есть, в целом, мы можем пользоваться бесконтактной оплатой. Можем привязать карточку. Дальше. Влагозащита. У iPhone она есть. Это IP68. Влагозащита полная от погружения в воду. Здесь защита только от брызг и от мелкой какой-то воды. То есть, ну, от такой неполной влагозащиты. Легкая. Легкая влагозащита у Pocophone. То есть, полностью его погружать в воду, естественно, нельзя. Теперь, что касаемо камер. Смотрите, у Pocophone камеры 64 мегапикселя, 8 мегапикселей. И у него еще фронтальная камера есть. Здесь все по 12 мегапикселей у iPhone. Все камеры. Раз, два, три. Три камеры по 12. Значит, что по качеству? По качеству могу сказать, что iPhone все-таки пока вне конкуренции. iPhone фотоит лучше. Снимает видео еще лучше, чем фотоит. Один из самых крутых телефонов для записи видео. Но все-таки Pocophone тоже неплох. На него тоже можно делать очень качественные, очень хорошие снимки. И причем, даже если так посмотреть, то у Pocophone выходит примерно то же самое качество, как и у iPhone. Даже может быть чутка получше. А это я еще не включал. 64 мегапикселя. Если я включу, детализация будет топовее, чем на iPhone. На iPhone более такие теплые цвета, как всегда. Можно, кстати, выделять разные объекты на iPhone. Прикольная особенность. И куда-нибудь вставить в другой кадр, например. Это интересная тема. На последних iPhone такое присутствует. То есть, по качеству фото, я бы так сказал, по качеству фото, сейчас все телефоны дороже 20 тысяч, делают очень хорошие качественные фотографии. Но вот по качеству видео iPhone будет лучше, сильнее. Ну и по качеству фронталки мне тоже iPhone нравится больше. И цвета, и как бы четкость, детализация у iPhone все-таки лучше. У Pocophone фронталка у X4. Она мыльновата какая-то. Она такая мыльноватая, как будто ты делаешь фотку в движении. Как будто не до конца фокус словился. По видеозаписи 4K 30 FPS максималка. Здесь у нас 4K 60 FPS. Здесь есть оптический стаб. Здесь оптического стаба нет. Здесь есть только электронный стаб. По зуму, при записи видео зум максимальный у iPhone это 3X. Здесь это 6X, в два раза больше. При фотографировании у iPhone максимальный зум 5X, у Pocophone 10X, тоже в два раза больше зум. По зуму они оба слабые, но все-таки Pocophone чуть получше. В чем плюс Pocophone? В том, что он умеет делать макро. Ну, она сейчас не так уж актуальна, да, макросъемка. Но иногда может пригодиться. Макрообъективчик здесь есть. Ну, как бы не знаю. Ну, такое не очень преимущество. А так, в целом, Pocophone может навязать конкуренцию iPhone. Вполне неплохо он фотографирует. Давайте сейчас попробую сфотить улицу в режиме ночь. То есть при плохом освещении. Ну и вот, что у нас получается. Вполне себе фотографии выходят отличные. Мне даже цвета больше нравятся именно на Pocophone. Ночь получилась более такой ночной. Здесь все пересвечено. Не знаю, на iPhone как будто слишком он пересветляет все. Мне не нравится, как iPhone отработал вот эту вот лампу, которая висит, освещает вход, типа, в подъезд, да. Вот это вот. То есть Pocophone справился лучше. Допустим, вот свет фар на вот этой машине не видно, что это вообще такое, что это за фары. Вот здесь видно четко фары, да, желтого цвета. Огоньки горят на Pocophone. То есть Pocophone уже очень близко подтягивается к тем же самым iPhone. Уже очень близко. Уже все, уже емое, остается буквально вот чуть-чуть. И они сравняются. А потом Pocophone обойдет Apple. Даже вот посмотреть на дом у Apple, он весь зернистый, весь в шуме. Здесь он более мягкий, то есть шумодав работает лучше. Задние планы. Мне тоже больше нравится, как небо, более такое ночное небо получилось на Pocophone. Здесь оно просто какое-то светлое, как днем, как дневное небо. Но опять много шумов. На том же iPhone больше шумов, чем на Pocophone. Короче, и вот свет в окнах тоже. Лучшие оттенки читаются на Pocophone. То есть не у всех же одинаковые лампочки в доме, согласитесь. Не все покупают там одной цветовой температуры. На Pocophone это отлично видно. У кого-то более теплый, у кого-то более холодный свет. На iPhone же у всех свет примерно одинаковый. Просто светлый, да. Он не отличает какие-то полутона. А здесь все это более как бы уже на продвинутом уровне на Pocophone. В общем, Pocophone, я могу ему сказать только, что они большие молодцы. Они вплотную подбираются к Apple. И скоро вообще не будет смысла покупать, переплачивать, например, за камеры iPhone. Единственное пока, в чем они держат лидерство, это видеозапись. Это просто потрясающая видеосъемка с оптической стабилизацией. Плавная картинка, не дергается. Плавное переключение между камерами с ширика на обычную. И, ну вот, если вы занимаетесь какой-то видеосъемкой, да, iPhone все-таки пока вне конкуренции. Может быть, еще какой-нибудь топовый Samsung может неплохо так снимать. Ну, или какой-нибудь топовый, опять-таки, Xiaomi 12s какой-нибудь. Или там топовый Huawei. Но они будут стоить больше 60 тысяч. Вот. А если вы фотографируете, то вы можете взять обычного китайца тысяч за 20. Он будет выдавать примерно такое же качество. Да, можно здесь поработать с фоторедакторами и получить даже фотографию лучше, чем на iPhone. Просто чуть-чуть ее обработать. И все. По аккумуляторам ситуация в пользу Покафона. У него аккумулятор больше 5080 мАч. Плюс он поддерживает быструю зарядку 67 Вт. И она включена в комплект. И заряжается он примерно за 50 минут от 0 до 100%. Для телефона с таким большим аккумулятором это хороший результат. Здесь же аккумулятор меньше почти на 1800 мАч. А конкретно 3279. Держит он день. Стандартный день. Это такой классический, ну, результат использования iPhone. День ты с ним проходил. И уже, ну, как бы на следующий день заново заряжаешь его вечером. Этот телефон может протянуть чуть больше. Где-то полтора дня. Полтора дня с ним можно реально отходить. Целый день и половину следующего дня. И потом уже где-то к обеду следующего дня его поставить на зарядку. Причем зарядится он еще раз быстро. Здесь, чтобы заряжать телефон быстро, вам нужно покупать дополнительную быструю зарядку. Ну и все равно он так быстро заряжаться не будет, как Покафон. Потому что быстрая зарядка здесь будет слабее. Ну и по звучанию оба телефона имеют стереозвук. Начнем мы с iPhone. Сейчас ставлю максимальную громкость. Послушаем, как он звучит. Громко. И теперь Покафон. То же самое. Максимальная громкость. Покафон. 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 В общем, попробовал включить Dolby Atmos, да, здесь, чтобы поменять качество звука. Но на iPhone все-таки более стерео чувствуется. У него верхний динамик как-то погромче играет. Здесь больше звук идет из нижнего динамика. Именно как-то эффект стерео не так ощущается. Но они оба очень громкие. iPhone чуточку, мне кажется, громче, но из-за этого качество чуть-чуть снижается. Он начинает уже похрипывать на максимальной громкости. iPhone уже слушать не так комфортно в обычной комнате, в помещении, потому что уже динамик начинает похрипывать. Но запас по громкости здесь выше, чем у Pocophone. У Pocophone чуть меньше чувствуется стерео. Он не такой громкий, но при этом звук чуть мягче и не хрипит. В общем, тут тоже сложно сказать, что бы я именно выбрал по звучанию. Оба звучат очень неплохо, очень качественно и имеют по два динамика. Bluetooth версии 5.3. Оба телефона поддерживают сети пятого поколения. И в итоге, что я могу сказать? Смотрите, Pocophone по ряду характеристик сейчас для простого человека будет немножко предпочтительнее. Во-первых, он дешевле. Это самое главное его преимущество. За цену iPhone 14 вы можете купить примерно 2,5-3 Pocophone. То есть вы можете купить всей своей семье, допустим, Pocophone. Если у вас там три человека в семье, вы можете всем купить новый телефон. Либо один iPhone себе самому, да? Ну, то есть у Pocophone уже есть чехол, уже есть пленка, уже есть поддержка двух сим-карт. 8 гигов оперативы здесь 6. Больше камер есть макрообъектив. Ну, хотя он такой двухмегапиксельный. Конечно, это так я чисто... Ну, он здесь есть, а здесь нету. Ну, вот поэтому нужно отметить. Также, что еще у Pocophone? У Pocophone очень хорошее качество фотографий, качество видео чуть похуже, чем у iPhone. Да, это есть такое. Экран здесь менее яркий, но зато он более плавный. 144 Гц. Здесь 60 Гц, но OLED. Очень яркий, классный, насыщенный экран. По габаритам, ну, честно говоря, наверное, мне ближе iPhone. Этот слишком вытянутый. Я люблю больше вот такой форм-фактор. Мне с таким телефоном удобнее как-то управляться, легче дотягиваться. Хотя здесь экран выше, может быть, кому-то это больше понравится. Удобнее будет листать ленту, больше информации поместится на телефон. Если по вертикали листать какую-то ленту, может быть, кому-то это больше понравится. Ну, и при горизонтальном тоже просмотре растянуть видео на YouTube будет больше как бы места оно занимать, чем здесь. Больше погружения будет или если в игру играете. По производительности в Antutu, как вы видели, они примерно равны. Они оба имеют очень мощное железо, которого хватит еще на несколько лет вперед. Скорее, вы захотите телефон сменить, прежде чем это железо перестанет быть актуальным и перестанет что-то тянуть. Поэтому об этом можно даже не переживать абсолютно, что здесь какое-то железо не то. Нет, здесь все отлично полностью. Оба телефона быстро работают, имеют быструю топовую память и крутые процессоры. Вот. По скорости зарядки пока лучше, по автономке пока лучше. По звучанию сложно сказать. iPhone чуть громче. Ну, наверное, я бы поставил знак равенства, особо не отличаются. По возможностям пока чуть получше, потому что можно подключить проводные наушники, есть инфракрасный порт, здесь всего этого нету. Я могу управлять своим телевизором с Покафона. Я могу поставить сюда любое приложение, потому что это Android, открытая система. В этом, конечно, могу пользоваться бесконтактной оплатой, потому что не только Google Pay. Я могу сюда другую бесконтактную оплату поставить, без проблем будет работать. Здесь все ограничено, здесь магазин приложений один, бесконтактная оплата. Только Apple Pay. Магазин приложений только App Store. То есть здесь вот все. Если что-то пропадет из App Store, все. Все. А здесь Play Market что-то исчезло из Player Market. Да ладно, могу и не из Play Market взять, из какого-нибудь другого магазина. Или просто закинуть APK-файл, как на флешку. Или музыку скинуть с компа. Сюда могу просто, подключив телефон к компу, могу сюда музыки какой-нибудь накидать, видосиков, фильмов накидать. И все удобно. Короче, вот такое вот сравнение получилось. Ну, это, как всегда, Apple против iPhone. Каждый выбирает, что ему больше нравится. Кто-то не хочет переходить с iPhone, потому что удобно, привык, не хочет переучиваться. Все данные, может быть, там уже... Уже там несколько лет подряд пользовался поколениями этими iPhone, да, там 6, 7, 8, потом себе купил. Потом там какую-нибудь десятку. Ну и все, и уже как бы привык, да, к iPhone. Не хочется переходить. Вот. Таких людей тоже понимаю. Может быть, у кого-то уже дома вся там экосистема под Apple подстроена. Ноутбук, MacBook. Все там кабели уже Lightning, да, не USB Type-C. Какие-нибудь там аксессуары фирменные для Apple уже все куплено, да, тоже не хочется переходить на другую сторону. Вот. Ну, короче, сам каждый решает сам для себя, что ему лучше подходит. Всем удачи и всем пока. Да, но я вам просто хочу показать, что действительно сейчас вот китайский Android может вполне неплохо конкурировать с iPhone, при этом стоя примерно в три раза дешевле. В три раза дешевле. То есть даже не одинаковая стоимость, а дешевле намного. Поэтому сейчас они получили такую бешеную популярность. Вот эти китайские смартфоны, люди видят, что это очень наворочено по характеристикам. Очень много памяти, очень крутые там какие-то новшества, фишечки, типа экраны 144 Гц. А у меня там камеры 64 Мп, а у тебя на iPhone всего 12. А у тебя там оперативы меньше, а у тебя там ядер меньше, а у тебя там одна сим-карта. То есть ты там ограничен со всех сторон сжат, так ты еще и в три раза денег больше отдал. А я такой красавчик, молодец, купил вот такой телефон и вообще пользуюсь, кайфую. Никаких ограничений у меня нет, никакого неудобства не испытываю. Ладно, всем удачи, всем пока, чао.